Школьное самоуправление – это первая ступень общественной жизни каждого человека. В Армавире ученическое движение зародилось в 2007 году и в течение 9 лет помогает детям и подросткам самим организовывать внеучебное время, которое они проводят в школе. Уже на этом этапе подрастающее поколение учится быть ответственным и инициативным. Школьники, включаясь в самоуправление, не только помогают педагогическому составу в воспитательной работе, но и в первую очередь имеют возможность к самосовершенствованию, формированию собственной нравственной и духовной развитой личности. Сегодня обществу требуются инициативные люди, умеющие самостоятельно принимать решения, достигать их, сознательно отвечать за их выполнение. Воспитание таких качеств личности способствует организация школьного ученического самоуправления и его деятельность. На тематический семинар приехали делегаты из 11 районов Кубани. Краевые специалисты первыми поделились опытом и предложили участникам работу в форме диалога. Для достижения общей цели важна обратная связь и взаимодействие всех уровней школьного самоуправления. Цель школьного ученического самоуправления. Что же это может быть? В первую очередь это сохранение и создание вашей гражданской позиции, создание большого гражданского общества нашего с вами. Это одно из больших век, одно из самых больших направлений, наверное, сейчас в деятельности молодожной политики, управления образованием молодожной политики Краснодарского окраина. Пример организации ученического совета привела Армавирская школа номер 13. В ней не стали изобретать велосипеды, внедрили распространенную схему из трех уровней. Классные активы, школьный инициативный клуб и парламент во главе со спикером. Для мотивации в их работу добавили соревновательный элемент. Сначала у нас был звездный класс, где каждый класс старался заработать как можно больше баллов. И объявлялся в конце года самый звездный класс. У нас была акция «Надежда», где каждая буква имела какое-то направление. И каждый класс старался какие-то дела делать по данной букве, также зарабатывать баллы. У нас была неделя класса, когда каждые классы проводили какие-то общественно значимые дела. И объявлялся самый класс. Подобных подходов для вовлечения в общественную жизнь школы в крайне мало. И специалисты планируют создать общую методологию работы с лидерами ученических советов. Универсальная схема актуальна как никогда. Только в прошлом году желающих стать президентами кубанских школ набралось более 4 тысяч. А самый высокий ученический пост заняли 1108 ребят. Инна Лепеткина, Артур Корджанян, Служба информации, телеканал АРН-ТВ, Армавир.